Прямо сейчас я назову 15 самых необычных растений для современного и стильного сада, которые мало кто знает. С ними ваш сад будет выглядеть максимально эффектно, а соседки точно захотят такие же растения себе. Еще буквально через несколько минут вы узнаете, с чем лучше сочетать эти необычные зеленые, и для вас в этом видео я приготовила сюрприз. Подписывайтесь! Кстати, если вы не подпишетесь, я обижусь, потому что каждый раз смотрю на эти ужасающие цифры и не понимаю, неужели вам не нравится то, что мы делаем. Я очень надеюсь на вашу поддержку. Жмите прямо под видео кнопку подписаться, нажимайте колокольчик, ставьте лайк и давайте начинать. И, кстати, хочу вам сказать, что для того, чтобы устроить красивый и стильный сад, вовсе не обязательно покупать дорогущие стриженные хвойные. Есть много растений, которые и выглядят необычно, и стоят недорого, но при этом в садовых композициях смотрятся шикарно. Сейчас как раз расскажу про такие. Ель обыкновенная вергата – это супер необычная змеевидная ель. Главным достоинством этого дерева является его необычный и высокодекоративный вид. Помимо этого, вергата обладает повышенной устойчивостью к болезням и вредителям, а также обладает высокой зимостойкостью. Еще, в отличие от многих других хвойных, она растет очень быстро. В высоту она может достигать 12 и 18 метров, а иногда ель вергата растет в виде куста. Ель этого сорта просто создана для одиночных посадок. Она идеально подходит на роль солитера, а также с легкостью может стать центром любой древесной композиции. Некоторые ландшафтные дизайнеры используют вергату и для групповых посадок. Особенно гармонично она смотрится вместе с другими хвойными. Берите себе на заметку, лично мне она очень нравится. Лаванда нано-альба. Ее необычность в цвете. Многие, услышав слово лаванда, вспоминают типичные картинки из интернета, на которых изображены шикарные поля Франции. Вырастить такое поле в своем саду у нас, в России, задача невыполнимая. Ну, если, конечно, у вас участок не несколько гектаров. А если просто посадить пару кустиков, то вид совсем не тот. Сорт альба отличается от той самой привычной нам сиреневой лаванды белым цветом. И даже если посадить всего лишь несколько кустиков такого на участок, то будет выглядеть очень красиво. Вдобавок белый отлично комбинируется практически с любым цветом, а значит такая лаванда подойдет для всех клумб. Это карликовый кустистый сорт с необычайно ароматной листвой серо-зеленого оттенка. Его высота 30-40 сантиметров. Лаванда идеальна для альпийских горок и ракариев. Прекрасно будет смотреться в сочетании с шалфеем и розами. Следующая в списке – рга канадская. Это безусловный фаворит садов и выставок. Она красива и неприхотлива все четыре сезона. Во-первых, у нее нежное майское цветение. Во-вторых, ее ценят за осенний желто-красный эффект листвы. Ее изящная структура ветвей и стволов позволяет стричь и формировать растения, а вкусные плоды этого древовидного кустарника понравятся не только вам, но и птицам. Самым декоративным видом считает иргуломарка. Ранее считалось, что иргаломарка – это мутация канадского вида. Сегодня же ботаники выделили ее в самостоятельный вид. От других разновидностей она отличается особо крупными плодами и листьями, а также обильностью цветения. Высота кустарника до 5 метров. Крона у него раскидистая, листья узкие и зубчатые. Цветки белоснежные или немного желтоватые, без запаха. А ягоды сочные и сладкие, сине-фиолетового цвета. Урожайскую ста бывает до 6-7 килограммов. Конечно же, изюминкой сада станет магнолия. Хотя мы привыкли думать о магнолии как о южном и теплолюбивом растении, на самом деле она не боится даже холодов до минус 30 градусов. Магнолия смотрится великолепно круглый год. Во-первых, у нее изящно разветвленные стволы, и зимой она также будет красива. Во-вторых, благоухающие цитрусами белые цветы весной. Ну, кстати, не только белые, бывают и розовые, ярко-розовые, нежно-розовые и желтые магнолии. В общем, целая палитра цветов. Магнолии шикарно смотрятся поодиночке, группой из разноцветных кустарников или в обрамлении вечно зеленых растений. Правда, магнолия, добавляя стоимости вашему саду, и сама стоит немало, но зато долгие годы будет вас радовать. И, кстати, согласитесь, дорогие зрительницы, что нет ничего лучше ежегодно радующего тебя цветка, нежели чем один подаренный букет, который завянет. Так что срочно передайте мужчинам своим, что у нас есть отличный вариант к 8 марта. Это подарочные сертификаты от Экопланта. Как говорится, дарите девушкам сады, и это как раз тот самый сюрприз, про который я вам говорила. Но это не просто подарочный сертификат, а подарочный сертификат с изюминкой. Очень выгодный. То есть, смотрите, вы покупаете сертификат на сумму 10 тысяч рублей или какую-то другую, а платите на 20% меньше. То есть, сертификат на 10 тысяч рублей вы купите за 8. Переходите по ссылке в описании, читайте все условия и покупайте сертификаты для своих любимых женщин и вообще для своих любимых. Акция ограничена, все подробности читайте по ссылке в описании. Продолжим, вернемся к нашим стильным и современным растениям для сада. Следующее растение, как ни странно, голубика садовая. Вообще, голубика это одновременно и декоративное, и плодоносящее растение. Раньше встретить голубику в садах средней полосы было практически невозможно. Сейчас же, благодаря умениям селекционеров, появились сорта, подходящие для всех регионов. Садовая голубика обладает таким качеством, как декоративная всесезонность. Весной эти кустарники покрываются нежными колокольчатыми цветками. Осенью они смотрятся тоже эффектно. Их листья перед опадением приобретают багряный окрас. Саженцы голубики легко можно приобрести в нашем садовом центре Экопланта. С ценными каталогами вы также можете ознакомиться по ссылке под этим видео. И не забывайте, дорогие друзья, что голубика любит кислый рыжий верховой торф, и обязательно сажайте ее вместе, парами. Никогда не сажайте один кустик, так она будет плодоносить у вас совсем плохо. Дерево, которое станет также центром внимания в саду, клен сахаристый Лайцинеатум Вьери. Листья у него во время распускания имеют бронзово-зеленый оттенок. Летом они становятся светло-зелеными с серебристо-белой нижней стороной. Дерево любит цвет, поэтому следует подобрать для него подходящий участок заранее. Также важно позаботиться о грунте. Почва должна быть плодородной и влажной. Но в целом не требует серьезного ухода. Весной следует провести обрезку побегов. Клен сахаристый Лайцинеатум Вьери является удивительным видом клена, который известен своими изящными листьями и привлекательной формой кроны. Этот вид клена отличается особенным рисунком на листьях, которые напоминают звезды или листья папоротника. Штамбовые деревья в последние годы тоже очень популярны. В отличие от обычной формы дерева, штамбы прекрасно вписываются в любые композиции, даже если у вас на участке просто посеян газон. Сейчас я хочу вас познакомить со своей любимицей Ивой Козьей Килмарнок. Это плакучее дерево высотой 1,5-2 метра и шириной около 2 метров с плотной округлой кроной толстых желто-коричневых побегов. В продаже вы ее можете также встретить под названием пендула. Пендула, то есть плакучая форма кроны. Плакучая Ива вырастает небольшой, как я уже сказала, чаще до 2 метров, и она подходит практически для любых почв, а вдобавок еще и красиво цветет. Цветение у данного вида происходит в марте-апреле и продолжается до появления листьев. Оно длится на протяжении 10-12 дней. В это время голые прошлогодние ветви Ивы Килмарнок покрываются мягкими серыми продолговатыми сережками. Впоследствии они становятся золотисто-желтыми и источают приятный аромат. Ива на штамбе является самодостаточным растением, поэтому ее рекомендуется использовать в качестве солитера на приусадебном участке. Она оригинально смотрится возле водоема, возле входа в беседку, в дом или в веранду. Также она рекомендована для малых садов, аллей и парков. Следующее растение в нашем списке – можжевельник Бар Харбор. Это пышный стелющийся куст можжевельника, и он украсит практически любой сад. Вовсе не обязательно делать для него специальные клумбы. Как иногда пишут на садоводческих форумах, хвойные требуют к себе отдельные клумбы и не будут смотреться рядом с цветами. Это совершенно не так. Данный можжевельник можно посадить даже просто вдоль дорожки. Его ценят за красивую мягкую хвою голубовато-зеленого оттенка. Это стелющийся низкорослый вид можжевельника. Крона у него густая, ветви плети вырастают до двух метров и более. Можжевельник укрывает всю землю вокруг своими лапами, как одеялом. Настоящее почвопокровное растение. Вообще, такие растения, про которые я вам рассказываю, в садовых центрах чаще всего сложно найти. Ну, максимум можете встретить 2-3 экземпляра. Но все, что вы услышите в этой статье, есть в каталогах Экопланта. И вот именно сейчас вы можете пожалеть, если не воспользуетесь очень выгодной акцией, а именно скидкой 20% на предзаказ. Последние дни она у нас действует, и все условия вы можете прочитать прямо по ссылке в описании. Переходите по ней. А мы продолжим. Следующее растение, которое не менее эффектно будет смотреться в вашем саду, шелковица плакучая. Шелковица или тутовник все больше и больше привлекает дачников. Один из ее видов это шелковица на штамбе. Очень декоративно, имеет плакучую форму и даже похоже на плакучую иву или вербу, но лист шелковицы значительно крупнее. Это не только декоративное растение, но и плодовое дерево с вкусными и ароматными ягодами. Компактные размеры позволяют вырастить плакучую шелковицу даже на небольшом участке. Крона в ширину достигает 2 метров. Ветки плакучей шелковицы длинные и способны дорастать до земли. Это дерево не только необычно выглядит, но еще и хорошо плодоносит даже в первый год после посадки. Растение, напоминающее сток сена с нитевидными свисающими побегами и ярко-зеленой хвоей. Туя филиформис. Это кустарник с эффектной асимметричной кроной может достигать 2 метров в высоту и полутора метров в ширину. Туя филиформис прекрасно подходит для создания сада в японском стиле или альпийской горке, а также великолепно оттенит светлый фасад дома или беседки. Растения хорошо себя чувствуют на торфинистых, сухих и глинистых суписях. Особенностью этой туи является то, что она испаряет очень много влаги, поэтому деревцу необходимо, кроме регулярного полива один раз в неделю, также делать дождевание. На зиму крону взрослого растения важно стягивать туго, чтобы под тяжестью мокрого снега не повредились ветки. Молодые же растения вдобавок укутывают мешковиной, а ранней весной притеняют от яркого солнца. Сирень красавица Москвы. В отличие от многих других растений из этого списка, красавица Москвы выращивается в садах России уже не один десяток лет. Но, несмотря на это, остается популярной и по сей день. А причина очень простая. Сирень двухцветная с очень крупными и пышными шапками. В наших магазинах такую встретить удается не всегда, очень часто раскупают. Этот сорт был выведен в нашей стране прославленным селекционером Леонидом Колесниковым в далеком 1947 году. Но красавица Москвы до сих пор не потеряла популярности и многие считают ее непревзойденной. Именно она побеждает на всех международных выставках. Красавица Москвы растет кустом в несколько стволов и может достигать высоты 4 метров, а диаметр кроны 3 метра. Крона у нее красивая, гармоничная, побеги очень прочные. Порослей этот сорт дает очень мало. Место для этой сирени лучше выбирать солнечное. Она, конечно, может расти и в тени, но при недостатке освещения цветет хуже и соцветия получаются рыхлые. Дорогие садоводы, обязательно дождитесь конца видео, потому что там мы сделаем для вас подборки, как эти кустарники смотрятся в ландшафтном дизайне в сочетании с другими растениями. Итак, следующее растение – барбарис Дарвина Компакта. Это удивительный сорт барбариса – вечнозеленый. Кустарник обладает не только красивыми листьями необычной формы, но и цветет роскошными желтыми цветами по весне. Барбарис Дарвина будет радовать вас сочной зеленью круглый год, ведь он не сбрасывает листья. Это неприхотливый и выносливый кустарник, но отрада для садоводов. Мне он еще напоминает магонию подуболистную. Кустарник растет медленно, в природе достигает высоты до 2 метров. Сорт Компакта вырастает до 1 метра в высоту. Прекрасно переносит стрижку, и это позволяет придавать кустарникам любую форму. Низкорослые разновидности барбариса прекрасно вписываются в альпийскую горку или плоский ракарий. В таких композициях они идеально сочетаются с хвойными и однолетними, могут играть роль как фонового, так и доминирующего растения. Если вы высадите компактные барбарисы по периметру клумбы, то они будут прекрасно сочетаться с любыми однолетними и многолетними цветами и при этом служить отличной преградой для животных. Определенно самый популярный культивар, который отличается своей необычной варигатной листвой, это Ива Хакура Нишики. Как вы помните, варигатность листвы – это ее пестролистность. Вообще, Ива Хакура Нишики – это небольшой кустарник, где-то 1,5 метра в высоту и в ширину, иногда до 1,8 метра в высоту. Однако чаще его используют в штамбовой форме, и смотрится это великолепно. Хакура Нишики наиболее привлекательна в конце весны-начале лета, когда молодые листья, которые раскрываются на концах побегов, окрашиваются в розовый оттенок. В течение сезона он практически полностью исчезает, но листва сохраняет декоративность за счет многочисленных светлых пятен различной формы. Если вы хотите продлить период, в течение которого листва радуют своей красочностью, то посадите Иву в полутени. Да, розовый цвет будет чуть менее ярким, но сохранится дольше. Также стоит отметить, что на полном солнце в жару листья могут слегка подгорать, хотя в целом растение развивается лучше. Прекрасно подходит для посадки в древесно-кустарниковом миксбордере и выделяется на любом фоне. Во-первых, зеленый подчеркивает красочность самой листвы Ивы. С пурпурно-листными растениями образует эффектный контраст. Например, барбарис, пузыреплодник калинолистный и бузина черная. В сочетании с белого-реегатными формами позволяет создать очень нарядную композицию, и с помощью этого можно подсветить полутеневые участки сада. Конечно же, в экспериментах с цветом следует соблюдать правила колористики. Вместе с желтолистными культиварами хакуро-нишики сажать не стоит. Дорогие садоводы, не забывайте ставить лайк этому видео, делиться ими со своими подружками, родственниками, чтобы они точно также знали интересные растения для сада. Помимо этого, у нас есть много других видео на канале, которые тоже будет полезно вам посмотреть. Конечно же, подписывайтесь и пишите в комментариях свои любимые растения, которыми хотели бы поделиться. А теперь посмотрите подборки, которые мы для вас подготовили, для вашего вдохновения, как сочетаются эти растения, про которые мы только что рассказали, с другими. Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на наш канал! Благодарю вас за просмотр! До новых встреч!